Потому что мы работаем в среде, которая позволяет быть творческими и вынуждает нас быть постоянно творческими. Нет такой другой среды. Все, кто работает не в университетах, вы нам должны в этом смысле позавидовать, коллеги. Потому что именно здесь у нас есть вот эта возможность. Вот на первый пункт показывает, что должен сделать университет. Я иду по опыту нашего университета. Рядом с нами за столом Ирина Петровна Архипова. Она теперь возглавляет Центр ИЗЖИ. Вот вроде так он называется. Этот центр в университете создан в школе бизнеса. Ну, по понятным причинам. Главный аргумент нашего прошлого ректора, при котором эта идея рождалась, что школа бизнеса обязана быть с бизнесом. Обязана она, прежде всего, с ними встроить отношения, естественно. Мы, как школа финансов, тоже любим встроить отношения с бизнесом. Но у нас нет в названии слова бизнес. Поэтому как-то, ну ладно. Центр создали в школе бизнеса. Мы будем сотрудничать. Вот этот навигатор, который будет собирать прикладную экспертизу. Все пункты я старательно перечисла и внизу многоточие. Потому что еще много чего, наверное, будет возникать. Мы будем собирать эти разные практики. И в отчетности, и в зеленом финансировании, и в инклюзивном этом росте. И вот эти индексы, эти мерки. И проводить какую-то экспертизу, разрабатывать какие-то карты. И по отраслям, и по регионам, и так далее. Но если у университета вторая задача, другой еще навигатор. Эмпирический. Это вот эти наши академические игры. Когда мы собираем не отдельные случаи, да, скрупулезно, как кейсы, а мы собираем выборки. Нам масштаб нужен. Надо десятки, надо сотни каких-то случаев рассматривать. Там выискивать какие-то закономерности. Там выискивать какие-то закономерности. И изучать, как влияет вот эта инклюзивность. Нам ее придется мерить. На эффективность. Не отдельные компании, куда мы внутри заберемся и будем ее детали и подробности инклюзивности изучать. А на массивы компании. Как вот эта новая переориентация наших связей и наших логистических цепочек, и наших международных связей будет влиять на получение инноваций. Почему? Потому что это получение интеллектуального капитала. Это рождение внутри этих знаний. Это работа со стейкодами. Это однозначно. Как все это будет влиять? Как нам устроить такой анализ? Здесь тоже стоит многоточие. Очень много чего, как надо моделировать. Это будет вплоть до того, что как структурная перестройка отраслей будет создавать спрос на какие новые финансовые инструменты, обслуживающие это зеленое развитие или это инклюзивное развитие, как угодно это можно называть.